Кстати сказать, в Соединенных Штатах уже реакция произошла. Во многом они говорят, что, во-первых, они очень растерянно шокированы, для них это неожиданность. Они ожидали от России проявления имперских амбиций, а никаких там имперских амбиций не оказалось. Во-вторых, они говорят, что опять Путин приморщил свой стиль неожиданных решений, что для них, так сказать, это не очень выгодно. И, в-третьих, честно сказать, Путин показал американцам, как нужно участвовать в такого рода региональных конфликтах. В отличие от американцев, мы пришли и воевали по-настоящему. Американцы же там полтора года бомбили этот якобы ИГИЛ, а у результатов ИГИЛ только наступал. Мы показали, что воевать можно по-настоящему. А когда закончили эту боевую операцию, по-настоящему ее закончили и начали выводить войска. Это тоже хороший пример американцев, потому что, как известно, они из Афганистана 15 лет выводят войска, ну, 10 лет выводят войска из Ирака тоже там. Неизвестно, сколько времени прошло, сколько они выходят. Они там ни то есть, ни то нет, эти войска. Никто там толком и не понимает. Российская внешняя политика показала свою четкость, ясность и определенность. Да, созданы тоже предпосылки для переговоров в Женеве, но это не 100%, там есть противоречивые вещи. С одной стороны, выводы российских войск, он как бы стимулирует и Башарасада более так серьезно относиться к этим мирным переговорам. И одновременно он демонстрирует оппозицию, что ее никто военным борцам не будет дожимать. Но это той оппозиции, которая хочет мира. А ей же наверняка и та оппозиция, которая хочет войны. Она, наоборот, обрадовалась. Ага, русские уходят, ну тогда мы будем Башарасада дожимать. Поэтому там влияние на женевский переговор, оно может быть противоречивым.